Привет, ты на канале KaiStreamer и сегодня посмотрим долгожданную обнову симулятора супермаркета. Обнова вышла 27 июня. Итак, что принесла нам обновы? Первое, возможность менять вывеску. Как я понимаю, можно поменять как текст, так и цвета. Второе, возможность перенести вход в магазин. Сейчас он расположен здесь, можно перетащить сюда или сюда. Третье, возможность поменять полы. Сейчас они деревянные, есть варианты различных поверхностей. Покрасить стены. Я вот купил краски на 2 тысячи долларов и покрасил в разные цвета. Но не потому, что я так хочу, а чтобы показать какие цвета вообще есть. Надо определиться, то ли мы будем делать какие-то секции, ну как там морепродукты и красить все там цвет морской волны, ну к примеру. Или мы будем просто красить все в один цвет. Но краски уходит очень много. То есть я потратил так много денег не потому, что как бы цвета разные. А вот вообще, то есть вот одно ведерко, оно по-моему 150 долларов и его всего на несколько полосок хватает. Это не все цвета. Вот еще несколько цветов здесь и несколько я еще не купил. Ну по крайней мере вот идея понятна. Так, в игру добавили новые полки, новые холодильники, новые морозильники. Вот я для мороженого уже купил. Трехкамерный морозильник. Потому что вот здесь у кассы должно быть, у выхода. Чтобы дети сразу сказали, мама мороженое. И сразу мороженого был дофига. Вот как вариант брать морозильник двухкамерный и продавать. Здесь можно вот так зажать, упаковать и продать. Прикинь, как буквально в несколько кликов. Но потери, как я понимаю, 50 процентов или более. Так, вот то, что мне очень понравилось. Вот это, как я понимаю, называется внешний угол. Внешний. Есть полки чисто под внешний угол. А есть полки под внутренний угол. То есть вот под такой. То есть они вот такие изогнутые. Стоят они недешево, но можно будет купить, попробовать. Переставить тут и поставить такие штуки. Так, появились полки-островки. То есть так с любой стороны можно подойти. Ну, лучше, наверное, купить, посмотреть. Правда, денег почти нет. То есть у меня продуктов нет. То есть полки пустые. Ну, наверное, давайте начинать. Кстати, стеллажи. Вот стеллаж увеличенный появился. Потолок. Ну, как я понимаю, на одну больше секцию. Хотя вот здесь вроде наверх-то. А, нет. Вот здесь, да, дополнительный этаж появился. Значит, это еще самый, наверное, важный момент. Это то, что изменили поведение вот этих пацанов-грузчиков. Значит, складских работников. Раньше они брали только товар с полок на складе и относили на полке в магазине. В общем, докладывали продукцию. Сейчас они будут работать и с коробками, которые привозят. И алгоритм приблизительно такой. То есть, если коробка здесь, он поднимает. Значит, если продукции не хватает, ну, та, которая в коробке есть, значит, в магазине, то он подходит, докладывает сразу в магазин. Если все нормально в магазине, эта продукция есть, то он относит на склад. Притом, если этот товар, ну, есть ярлычок с пустой полкой под него, то он туда, естественно, положит. А если нет, то будет искать пустую полку. Вот. И здесь важно, чтобы были стеллажи. То есть, по-хорошему, здесь еще ряд или два купить стеллажей. Но тут денег никаких не хватит. Короче, как так. Открываемся. Все, будем зарабатывать деньги и думать. Так, давайте пол купим. Какой пол? Ну, смотри, вот это для солидных газ под 200 долларов. Ну, здесь, а, вот этот 150 стоит. Дешманский. Ну, давай купим вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Это 1000, 1000 баксов. Ну, как тебе такой? Мне кажется, примитивненько. Даже слишком. За такие-то уж бабки. Так, хорошо, а это что такое? О, а это... Непонятно. Ну, ладно, пусть будет. У нас необычный магазин. Все, коробка пуста. Понятно. Никаких денег не хватит. Не пропадает же добру-то. Такие деньги уплочено. Так, розовая. Это секция для товаров для женщин. Предметы личной гигиены. То есть, здесь розовым покрашено. По-моему, замечательно. Очень красиво и оригинально. Я думаю, могу уже отправлять резюме этому Артемию Лебедеву. Пишусь в его коллектив. Если кто не знает шедевры от студии, загуглите Джон Федор. Самый, самое лучшее... Самый лучший логотип для бургерной. Джон Федор. Мне кажется, это все должны знать. Притом, Артемий говорит, ну, это действительно качественный логотип. Вы просто не понимаете ничего. Это ужасно просто. Ты не находишь? Короче, в комментариях напишите, какой сделать нормально пол. Ну, вот это, кстати, не так плохо. Но вот здесь, если мокрое сделать его, ну, помыть, то здесь можно, мне кажется, так поскользнуться. Ну, оригинально. Оригинально. Так, хорошо. Значит, вот эта краска тоже. Пусть добро не пропадает. Это коричневая. Все, давайте избавляться от непонятных цветов. Чего там-то не хватает? Мозгов у кого-то не хватает. У меня прекрасный магазин. Смотри, сколько краски. В ведре нет краски. Прикинь, строим материалы, бросает в обычную урну. Вообще, за это надо штрафовать. Так, четыре косаря есть. Давайте посмотрим эти угловые полки. Угловые полки. Угловые полки. Значит, вот смотри, появилась полка какая-то. Нет, наверное, это была. Одинарная полка половинка. Вот внутренний угол. Внешний угол. И вот эти островки. Вот этот островок какой-то высокий. Вот высокий островок, наверное. И на сколько это уже? На 800 долларов. Вот. И смотри, мини-холодильник. Ну, мини-холодильник это смешно просто. Вот, холодильник с витриной двойной. Вот, 900 долларов. Ну, нормально. Так. Вот, давай смотреть. Так, вот это островок. Нет, это уголок. Это уголок. Да ты прикалываешься, что ли? Мне нравится. Нет, это вот прям отличная идея. Как можно прям обыграть. Так, а вот это внутренний. Да, ну, а вот эта вот фигня как? Полка одинарная, что ли? Света нет. Так, а вот это с витриной. Это надо, наверное, какие-то мясные продукты, нарезки какие-нибудь. Сюда. Вот это разгрузить. И сюда поместить. Ну, это как-то выглядит по-взрослому. Вот это вообще несерьезно. Деткий сад какой-то. Ну, то, как сейчас размечено, вообще ужасно. Ну, ладно. Так. А, и вот островок. Островок. Ё-моё, да тут вообще не поставишь. Да это громоздкая какая фигня-то. Не, ну, это нереально просто. Ну, идея понятна, что... Не упаковать. Положить. Так, всё. Заказываем продукцию. А почему так темно? Так, продукты. Ну, давайте начнём с простого. С хлеба. Так, чокопик. Чокопик должен быть 10 штук. Что это за магазин, в котором нет чокопик? О, смотри, как будут работать пацаны. Вот видишь, он взял коробку. Чокопика нет. Вот видишь? А другие чего? А ты что делаешь? Ну, чокопик возьми. Так, чокопик взял. И на полку сразу. Не нашёл. Мозги свои найди сначала. Потом претензии высказывай. Да давайте я вам покажу мастер-класс. Вот как делается. Блин, не вот так вот. Это здесь мука должна быть вообще. Ярлычок взбил. Положим сюда муку. По осторожке. Ну, будет в следующий раз. Ну, давай. И куда ты отнёс здесь? Полки-то не все заставлены. Ничего не понял. Что это такое? Не то, что-то. Чудите, молодые люди. И где это? Бон-папа. Майонеза нет. Майонез это вредно. Не надо это есть. Зато какие палы красивые. Надо из малахита выкладывать. Самый красивый магазин будет. Правильно, лысый? Вот видишь, он согласен. Так, ну к сожалению, уже продукты не заказать. Будем заказывать продукты. Ну, чё ты тупишь-то? Давай быстрее. Завершайте день. Сейчас завершим. Столько коробок, а полки пустые. С чем они? Это суши, какие-то. Кока-кола турецкая. Так, ну всё. Работы типа нет. Ну, хорошо. Вот видишь, в начале снимают деньги. Тут всё чётко. 600 долларов только вот на этих охламонов уходит. Так, всё. Давайте, чё купили. Значит, нарезка. Нет, ну 10, конечно, это я что-то согнул. Так, ну давайте хлеб, пятачок. 5 хлеба, 5 муки, 5 масла. Сейчас мы просто все деньги, мы сейчас завалим просто коробками. Сахарная пудра. Всего по 5. Ну чё, разбираться, что ли? Чё там нужно, чё не нужно. Так, с магазином не управишься. И, кстати, вывеску надо поменять. Посмотреть, как вывеска меняется. Никогда не думал, что у меня закончится молоко. Просто я сделал отдельно стеллаж под молоко. И всё-таки закончил. Так, соль. Апельсиновый сок. Содовая. Ну, кстати, дешманская содовая. Целую упаковку беру. Ну, тут цены у меня, конечно, разошлись. Ну, кредит возьмём. Если что. Мне кажется, шоколадки я брал не так давно. Ну, ладно, пусть будут. Шоколад ни в чём не виноват. Возьмём. Так, чё-то я уже сбился. Что я там заказывал? Так, туалетка. Ну, ладно, не помещу. Ага, уже всё, денег нет. Ну, и ладно. Ну, и не очень-то хотелось. Так, ну, нормально. Всё, открываемся. Не, я не буду работать. Это не барское дело. Всё. Я могу свет вам включить. Я мастер-выключатель. Так, давайте вывеску менять. Что это у нас? Менеджмент. О, ещё надо счета за аренду платить. Так, персонализация. Супермаркет. Ну, давайте просто укая. Так, фоновый цвет. Всё, вот так вот будет. Одобрит. Да что это так, в общем, красный. Я не красный одобрял. Ну, чё за фигня. А, хорошо не нажал. Ну, ты же не нажал хорошо. А нажал одобрит. Вот ты и одобрил не то. Ну, всё, остался без денег вообще. Женщина, возьмите чокопик. У вас, кстати, странная походка. Не здоровое у вас питание, видимо. Что-то с суставами. Чокопик – это здоровое питание. Возьмите, пожалуйста. Магазин всегда заботится о здоровье своих клиентов. Она не нашла мороженое шоколадное. Вот я купил, видишь, конечно. Не, ну это ужасно. Давайте мороженое закажем. Это приоритет номер один. Даже лучше от туалетной бумаги отказаться. Главное, чтобы мороженое было в магазине. Ну вот, шоколадное мороженое. Ну ладно, хорошо. Три коробки что ли только могу купить. Просто тут ещё доставку надо сегодня платить. Бесят. И так зарабатываешь там три копейки с одного мороженого. Нет туалетной бумаги. Туалетная бумага... Туалетная бумага, хотел сказать, есть. А действительно, а где туалетная бумага-то? Просто у меня два вида туалетной бумаги. Есть какая-то экзотическая там, ну, видимо, ароматизированная. А есть обычная для нищебродов. Ну вот, у меня обычная для нищебродов всегда была. Шоколадного мороженого нет. Ну давай, давай, я сам положу. Вот. Так попробуй мне сказать, что шоколадного мороженого нет. Они, кстати, и отсюда должны забирать. Тут уровень магазина растет так медленно, что вот дальше там 55 уровень. И не знаю, сколько надо играть. Наверное, там сутками. То есть двое суток играешь, будет у тебя 55 уровень. Для того, чтобы открыть четвертую кассу, нужно обслужить 1700 клиентов. Ну, вначале, как бы, ты обслуживаешь там просто пачками. Поскольку просто у тебя нет возможности никого не нанимать, ничего. Но в какой-то момент у тебя, получается, там надо 700 клиентов обслужить. И ты стоишь и обслуживаешь. Тоже такое себе. Не знаю, зачем это сделано. Ты не можешь четвертого сотрудника, пока сам не задолбаешься, как кассир. Ну, кстати, деньги-то есть. Давайте оплатим счета. Нет, все хорошо. Кредиты мне не нравятся. Все-таки очень сильно они объедают доходность. А, у меня сейчас 600 долларов-то уйдет. Вот, сейчас день закончится. Не, а вообще купить что-то можно. Так, значит, вот у меня есть хлеб, есть молоко, есть масло, есть сыр. Есть такой сыр, есть йогурт. Нету маленьких яичек. Нет курицы. Давайте возьмем. Так, туалетной бумаги нет. Все, сейчас вопрос решим. Вот я помню, где-то здесь я и затупил. Подожди-ка, подожди-ка, подожди. Так, шампунь. Нет, давайте туалетной бумаги. Ну, еще вот так вот. Так, пять. Ну, вроде средства. Вот это шампунь было. Ну, еще средства. Сыр, мед. Вот яйца маленькие. Вот возьмем. Десять яичек. Пусть будет. И курица. Курица надо с десяток. У меня вообще прям стеллажи под курицу. Нет, давайте двадцатку. Люди все время покупают курицу. Все, денег нет. Ну, нормально. Ну, видишь как? Я помог тоже. Вот мастер-класс. Показал. Так, здесь света нет. Так, а вот это... Нет, это не кровавые палочки. Это пи... Подожди. Это пицца. Это пицца. Так, ну, давайте какой-нибудь этот... Упакуем, продадим. А этот поставим. Она не влезает. Так, значит, сюда нужно пиццу. Но не чеддер, а какую-то другую. Так, давайте в корзину положим. Значит, пицца, но не чеддер. А вот пицца-микс. Да, вот пицца-микс. Нет, пять штук. Многовато. Так денег не хватит ни на что. У нас, кстати, мне кажется, картофеля нет. Нет хумуса. Это плохо, согласен. Нету кофе молодой обжарки. Да, тоже плохо. Надо взять. Нет какой-то муки. Вот мука. Такая тебе всякая мука. Вот туалетка. Бочонок пива хочет. Бочонок? А, понял, понял. Бочонок, да. Бочонок пива надо взять. Где они у меня тут? А, вот здесь. Здесь расположено. Злаки нужны, криспи. Ну, понятно. Так, а что ты там несешь? Сыр? Да, моцареллу. А где остальные? Что они делают? Они работают вообще? Ну, видишь, здесь можно дождаться, когда они... Ну, пусть они ночью, типа, все сделают. А начнешь день, и все хорошо будет. Ну, смотри. Это и есть, и есть. Сейчас сделаем. Все, заканчиваем день. Так, черный чай. Цена подросла. За 6 долларов. Отлично. Берите, берите коробки. Так, открываемся. Так, что мы должны там заказать? Значит, пицца-микс там и мешки с картошкой. Так, хорошо. Вот, обжарка кофе. Это обязательно 10 штук. А денег нет уже. Цвета мало. Цветильники я расставил очень ровно. У строителей вроде есть выражение, как бык-пасол. Проблизительно так я их расставил. Интересно, а мне счет за электричество придет больше? Из-за включенного света? Или одинаково? Я как-никак не могу понять. Видишь, сколько пустых. Пустых полок. Вообще никаких проблем нет. Ну, сейчас первые клиенты дадут денег. И можно будет сделать заказ. Ну, можно, конечно, пятерку одолжить у банка. Но просто он за это возьмет баксов 700. Ого, неплохо, неплохо. Так. На 588. Ну, 30-ка-то есть? Нет. О, этот лазанью взял. Арахисовое масло. Надо еще желе взять для бутербродов. И хлеб возьми. У нас хлеб свежащий. Всего неделю стоит. У них для сэндвичей хлеб всегда мягкий. Хоть и там лежит месяц. Очень странный хлеб. Вот кофе надо отнести. Приоритет номер один. Потому что люди уже обнылись. Вот видишь, что же? Вот с сознанием дело, чувак. Хорош. Так. Водки нет. Водки нет. Водки нет. Это плохо. Надо водки купить. Водка и бочонки. Водки и бочонки. Но они, наверное, мешают. Водки. Так. Водка и бочонки. Вот бочонки я нашел. А водку я что-то не могу заметить. А, кстати, капсул для посудомойки нет. Вот они тоже ноют. Пропускаю водку. Не замечаю. А, вот. Косарь. Косарь долларов. Как качественная водка у них. Так, а что же эта женщина возьмет? Шоколадку. Две? Давай. Так, еще что-то возьмешь. Может, вот эта женщина в розовую секцию хочет? Нет, она просто, просто две шоколадки. Еще 25 долларов надо. Нет мыла для посуды. Притом, забавно, здесь мыло для посуды с запахом дуриана. Ну, это, конечно, такое себе. Не знаю, это вообще хоть скопированное из реальной жизни. Если такое есть, то это просто страшно. Я же колодку пробовал из Азии. С дурианом. Это ужасно. Ну, я, короче, есть не стал. Ну, типа там, в общественном транспорте запрещено есть этот дуриан. Воняет просто кошмар. Ну, кстати, мороженое-то подъели, а? Никто не хочет подсыпать мороженое. Написали, как у меня четко ценники на мороженое. Все соответствует, все четко, ничего не перепутаешь. Где, какое мороженое. Ходить там с ценником. И ценники-то желтые, видишь? Всегда выгодная цена. Надо, кстати, проверить. А сколько реально цена сейчас? Цена на маркете 5.50, а у нас 5.30. Давайте 5.45 сделаем. О, смотри, она хочет успеть до повышения цены. Ну, ладно, повезло. На кассе ей пробьют дороже на 15 центов. Ребята, вы медленно работаете. Псы, сколько коровок. Чего там нет? Майонеза нет. Мне надо просто 600 долларов заплатить в смене. Поэтому я что-то боюсь заказывать. Сыр. Возьми йогурт. О, мороженое. Надо еще, наверное, полы купить. Сколько у меня коробок с открытым мороженым. О, средства для мытья рук. Нет, это не то. И это не то. А где средства? А, вот оно, у нас здесь. Рожки нужны. Полторы тысячи долларов. Но это уже неплохо. Мы уже вылезаем. Из ямы. Вот он предлагает завершить день. Если я его завершу, то что с этими клиентами будет? Он мне их, наверное, пересчитает? Я думаю, что нет. Просто обрубит и все. Что вот этот вот японец набирает? Вот женщина водку и три пива берет. Вот это нормально. Завтрак чемпиона. И четыре яичка. Прекрасно. Нет капсул для посудомайки. О, у этого стейки и чокопик. А это знает толк. Кстати, кассу можно закрывать. Смотри, вот так вот поставил и написано Checkout Closed. Используйте следующую кассу. Так, а курица везде есть? Да, курица есть везде. Но у нас есть полки специально под курицу. Не видно ни черта. Включите свет. Нет, две тысячи долларов мне это нравится. Это мне уже нравится. Правда, вот это мне не нравится. 500 баксов платить. 600 эти ахламона заберут. Так, ну все, день завершен. Видишь, докладывают. Шоколадки есть. Вот эти вот какие-то еще вкусняшки есть. Масло есть. Мука есть. Мед есть. Но так, в принципе, очень неплохо. Очень неплохо. Так, я с пиццами, кстати, не разобрался. Уж забыл. Пиццу я смог заказать? Нет? Ну, они будут работать? Да, я им помогу все-таки немного. А где эти, кстати, злаки? Я размещал. Но ведь они где-то лежали. Сейчас нет. А, все, я понял. Ну, мы тогда на новой полке. Пока здесь будет. Потом определим, где что будет. Вот, пицца-микс. Пицца-микс. А, только в морозильник это. А, это витрина. А что же на витрине-то может быть? Только нарезки какие-то? Крабовые палочки? Что может быть-то там? Все, давайте день завершен. Косарь есть. Так, сыр подорожал, яйца подешевели. Сыр подорожал. 2,89. 2,85. Магазин на лучших цен. Так, яички 12. Это вот эти, самые дорогие. 6,26. 6,25. У нас все четко. Так, все, открываемся. Ну, вот, смотри, отбивные и стелятина. О, их 4 штуки уже на полторы тысячи. Не, это, так я не могу. Пивные и стелятина, блин, какая жесть. Хумус надо купить. Да, 4 хумуса купим. И майонез. Там майонез просели. Вот, да, и 4 майонеза возьмем. Ну, ладно, стейки возьмем. На витрину положим. Все, 79. Так, надо полы купить. Еще какие-нибудь посмотреть. Давай белые, белые полы. Белые полы. Ну, короче, на 600 долларов можем посмотреть. Ну, по-хорошему, конечно, надо стеллажи снимать. Более высокие ставить. И определять все-таки, куда у меня здесь будет. И здесь вот у меня бытовая химия была. Здесь молоко. Ну, из-за вот этого беспорядка. Видишь, у меня здесь туалетная бумага. Пицца уже. Картофель развесной. Ну, начался бардак. Надо убирать маленькие стеллажи. Ставить большие. Еще вот здесь 2-3 ряда больших. И все. И, ну, закупать постепенно. Тем более, если что-то дешевеет. Да, ну, надо пока ждать, когда деньги будут. Не, ну, вывеска шикарная. Цвет подобран идеально просто. Размер шрифта, шрифт. Чистящее средство нужно. Тунца нет. Хочет лососнуть тунца. Не нашел кетчуп. Ну, без кетчупа плохо. Согласен. Не возьми мазик. Мазик-то вроде еще есть. Со сколько мазика. Чай черный. Подожди-ка, подожди-ка. А, здесь все четко. С чаем-то все четко. Ну, вот 2. С чаем все хорошо. А чай вот здесь, да? Да. Так, а, кстати, ценник здесь нормальный? Нет, не нормальный. Цена 11.98, а у нас 9.98. Два доллара с каждой этой. Ну, понятно, мы влетаем на такие бабки. Надо ароматизированную туалетку купить. Вот она, кстати, зелененькая. И надо посмотреть, маленькие полки. Как они вот здесь проходят. Вот такую дырку закрывают, не закрывают. Ну, по идее, это должно быть что-то. Иначе одно создает проблему другого, а не не решает. Так, все, заказ. Сначала полы посмотрим. Все, полы пришли. Нет, это курица. А вот это полы. Ну, как сказать. Дверь еще такая, обшарпанная. Вообще, тут даже если сделаешь дорогие полы там и покраску, дверь-то, ну, просто усратая какая-то. Все, коробка пустая. Вот эту дорожку сделаем. Ну, честно говоря, тоже не особо нравится. Не, это мне не нравится. Темно что-то. Сейчас выбросим. Не, ну, покрасить в один цвет и сделать один какой-то пол. Это, конечно, без проблем. Понять бы, чего не слишком будет темное. И не очень яркое. Как-то какой-то баланс нужен. Так, вот это вот что такое? Ну, мне кажется, мы похоже видели. Вот это чем отличается? Ничем. Ну, почему я две это купил? Что-то напутал. Так, курица. Курицу сюда. Здесь картошка уже. 1700 долларов. Нормально. Так, а счета какие-то надо оплачивать? Естественно. Капсулы для посудомойки. Будут капсулы. Мытье рук. Шоколад. Вот еще плитка. А, ну я, короче, по две купил. Все правильно. По две. Купил, чтобы посмотреть. Ну, может, у меня просто мышка была в режиме двойного клика. Да сколько этой курицы-то будет? Да сколько этой курицы-то будет? Еще курица. Так, вот эти хрустяшки. Так, надо посмотреть. Маленькие полки. Еще. Так, шампунь. Шампунь. Ну, у меня была полка под шампунь. Не помню только где. Ну, где-то была. Вот. Все четко. Маленькие яички. Порядок. Так, а с мороженым, кстати, как дела? А, все, коробка пусто. Так, это яички. Вкусняшки. Вкусняшки все есть. Так, йогурты. А, кстати, йогурты вот сюда могут помещаться? Да. То есть это как холодильник. Только не холодильник. Ну, хорошо. Хорошо. Это очень хорошо. Не надо сюда еще класть. Так, значит, надо заказать маленькую полку посмотреть. Развитие. 52 тысячи. Всего-то навсего. Ну, то есть это опять эти кредиты. Там все. Влезай, чтобы там лишние 2 метра купить. Лицензии. Ну, я даже вот текущую эту продукцию не могу купить. Ее надо все разместить. Так, мебель. Вот, давайте маленькие полки. Вот полка одинарная. Две одинарные полки купим. Так, уголки. Морозилки. Ну, наверное, все. Так, из жрачки что-то надо купить. Насчет чего они там жалуются все время. Вот, маленький хлеб. Дешевые сердито. Капсулы для посудомойки. Так, завершаем день. Там что-то полка одинарная. Цвет. Не понял. А что у мебели цвет можно выбрать? У полки можно выбрать цвет. Ну-ка, так. Морозильник. Вот цвета фисташкового мороженого. За 500 баксов. Ну ладно, стоит посмотреть. Так, хлеб мы заказали. Самый хороший хлеб есть. А, и туалетной бумаги. Новый, вот ароматизированный. Все. Все, есть. Открываемся. Вот. Точно? Точно? То есть, это можно сделать. Так, ну хорошо. Хорошо. Это очень хорошо. Значит, мы берем... Нет, неправильно поставил. Вот так. Так, теперь мороженое. Операция по... Где мороженое-то мое? Ну, куда вы убрали-то? Коробки. Где мороженое? Так, это кровавые палочки. Так, магазин работает. Одна бутылка водки. Притом, так высоко. Оригинально. Где-то же есть мое мороженое. Может, они украли? Может, оно растаяло? Ну, они сказали, что растаяло и украли просто. Я не понимаю, куда делось мороженое. Реально, нет мороженого, ну. Вот, 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 вот. Все, понял. Вот, вот. Всё. Продолжение следует... Ну, идеально просто Так, где мороженое? Вот здесь все, хорошо Смотри, один рулон тут, один рулон тут И эффективность, конечно, такая себе Здесь две курицы, тут две курицы Не умеете приоритизировать? Из каких коробок что брать? Не хватает сахарной пудры Так, а где моя полка-то маленькая? Нет, это не полка Вот она Ну, идеально сейчас войдет Ну, как так-то, ну... Ну, хватит здесь ходить Ну, почти идеально Главное, водка есть Бочонки эти есть Картошка заканчивается Какое-то моющее средство Ну, его дофига просто Положим сюда Я просто помогу на склад отнести О, хлебушек, хлебушек Это половинки Все нормально Вот, ароматизированная туалетка Ну, пусть это здесь будет тоже А там вывеску уберем Блин, здесь всего четыре рулона Ну, четыре упаковки Так, хлебушек Вот уже и день заканчивается Так, хрустяшки Так, вот еще маленькая куда-нибудь Присобачить Ну, здесь удобно Вот они стоят Тут что-то тусуются Ну, здесь надо Переставлять Вот эти Ну, кажется, что-то убирать Прям совсем Вот в эти Витрины Посмотреть, сколько сюда вообще влезает Насколько это эффективно То есть, в чем, как бы, фишка-то Вот этой штуки Зачем она нужна Ну, у тебя есть, по-моему, район Вот такой холодильник Есть вот такая штука А цвет изменить можно как-то? Нет Думай сам, как это Да, ну, если продавать и цвета менять Ну, предлагайте в комментариях В какой цвет все покрасить В какой цвет полки В какой цвет стены Сделаем Ну, надо избавляться от двухкамерной Мне кажется, трехкамерной Просто более эффективной Так, а вот если я возьму курицу Вот смотри Курицу я вот беру И вот сюда поставлю Проход ведь есть? Да, проход есть Это идеально просто Вот для таких хрупких женщин Они ведь могут пройти Не понял А почему ты так ставишь-то плохо? Не в ту сторону, что ли? Надо прямо впритык ставить Вот, вот так вот Не, ну, мы сюда чуть-чуть подвинем И это заменим Так, курица Ну, с курицей Ну, включайте свет скорее Так, это не то Не то, не то Вот курица Три курицы Три курица Так И в принципе-то можно Вот эту штуку взять Завернуть И продать Подожди, нет Вот так Все То есть Под Курицу Мы, наверное, заменим Пусть и вот Картошки все-таки Четыре секции Много А вот Три секции Нормально И как раз Все будем размещать И, может быть, какую-то Новую продукцию возьмем Которая должна Храниться В морозильнике Может, мороженец Перетащим тогда туда Надо подумать Так, день День завершен Ну, пацаны Все работает Сыр Так, а здесь Как порядок Навели Ну, кстати, если подождать Они все-таки порядок Наведут Я немного Готов Помочь Так, чай Вот сюда О, стейки Стейки Так, че-то А вот витрина Тут по 32 стейка Не так За три секунды, конечно Не сделаешь Так, ладно Пошли дальше Так, еще стейки Ну, пусть здесь хранятся Так, турецкая кола Так, это Вот турецкая Угу Полки забиты Так, еще турецкая кола Так, апельсиновый Не апельсиновый Яблочный сок А, кстати, воды нет Ну, неплохо Очень даже неплохо Так, йогурта Так, еще йогурта Так, маленькие яички Ммм, еще пол Ну, вот здесь можно сделать Ну, такойся Ну, кстати Мне кажется Тоже так Неплохо Довольно нейтрально Вот это прям Жестко Прямо Жестко Это Какая-то Секция Должна быть Определенная Весь магазин Сделать будет Конечно Ужасно Выглядит Ну, смотри Работают После девяти Как А сверхурочный Мы будем Как-то платить Ну, за Сверхурочную работу О, видишь Вы разбирают Разбирают Вот это Самый главный плюс Обновы Я тут просто Навалил Непонятно Чего А не видишь Ну, куда-то Йогурты Вот Попонес Вот Куда-то Йогурты Понес Ну, куда-то Ну Все равно Лучше, чем Конечно Чем просто Валяется Так И хлебушек Под хлеб Наверное Была Секция Ну, что Как-то Так Ну, кстати По деньгам Все нормально Как бы Кучу Всего Посмотрели И деньги Есть Суши Маленькие Надо Посмотреть Цены Давайте Здесь Прервемся Продолжим В следующей серии Спасибо За просмотр Ставьте лайки Оставляйте Комментарии Подписывайтесь На канал Ставьте Колокольчик Ну и до встречи В следующей серии Всем пока